Полетал на вертолете, увидел одно из чудес России и помог заповеднику. Владимирский активист и волонтер Дмитрий Анохин побывал на Северном Урале в Республике Коми. Поехал туда не отдыхать, а работать, причем бесплатно. Вместе с добровольцами из разных городов России Дмитрий участвовал в экологической смене. Он помогал обустраивать Печорый Лычский заповедник и прилегающие к нему особо охраняемые природные территории. Добровольцы прокладывали экотропу. Это деревянные лаги, железные сваи, которые вбиваются в землю. На них уже кладутся лаги и поверх ступенечки. То есть это такая тропа, можно сказать, в воздухе, которая не задевает почву, не задевает растения и никоим образом не мешает природе. И при этом помогает людям безопасно передвигаться по территории. Отечественный туризм нужно развивать, создавать такие условия, чтобы не было черного туризма. Иногда в день с килограммами груза добровольцам приходилось проходить по 35-40 километров. За две недели смены по труднопроходимой и заболоченной местности. Сражаясь с комарами и мошками, волонтеры проложили 700 метров тропы. Дальше продолжат уже следующие добровольцы. Команда подобралась очень дружно, рассказывает Дмитрий. К особенностям походной жизни привыкли быстро. Спали в палатках, готовили еду на полевой кухне по очереди. Волонтеров обеспечивали продуктами. На территории лагеря была мобильная баня. За время смены участники успели не только потрудиться, но и полюбоваться красотой дикой природы, без цивилизации. Волонтеры увидели не только диких животных, красочные рассветы и белые уральские ночи, но и знаменитое природное чудо России – гигантские каменные столбы выветривания. В горной местности Ман-Пупунер. Большие 30-45 метровые каменные идолы, которые находятся на вершине коры, это смотрится очень красиво, необычно, потому что выглядит как будто рукотворное что-то. Каменные столбы – это более твердые такие материалы, которые остались спустя века, столетия путем выветривания. То есть более рыхлые материалы из-за перепадов температур, жара, холод, дожди, ветер – все разводилось, а вот данные материалы остались. Просто так до заповедных мест не доберешься. Добровольцев доставил вертолет, и это было отдельным приключением, вспоминает Дмитрий. Самое главное было не забыть палатки, в которых мы должны ночевать. И лететь оказалось не страшно, то есть многие ребята боялись, все-таки это не самолет, тут и дребезжание побольше. Был момент, когда мы только прилетели туда и пересеклись с ребятами, которые улетали оттуда, волонтеры. Это смешанные эмоции, потому что ребята плачут, и непонятно, от счастья или от грусти. И как бы они, ребята, удачи, и все. И мы видим, как там толпа запрыгивает в вертолет, а мы стоим. По словам Дмитрия, две недели пролетели быстро. От работы остались не только красочные фото и новые друзья, но и радость, что помог природе. Впереди у активиста мечты о новых путешествиях. А пока он делится впечатлениями и рассказами с другими эко-волонтерами Владимира, которые еще не были на Северном Урале. Маргарита Махрова, Артем Михайлюта, 6 канал.